Настрой. Музычно-забавляльная программа. У меня есть рацию. И обовязково в этом поддержать будут и люди, которые заявились в нашей компании в студии так само. Давай одразу нагадаем, кто мы такие. Александра Учинникова, мы с самой ранницы протягиваем эфирный день. У нас на календаре 7-е снижнее и 13-е годин, 15-е годин, докладный час. А у нас справа, кто, погляди. Прыгожая Аня Ярошух, режиссер наш, отказывать будет за музычные аппетиты на... Ну, а есть у нас еще видеокамера. Александр фиксует все. И потом на социальных сетках, на сторонках Белорусского радио мы сможем найти то, что у студии зараз отбывается. Ну, а отбываться будет цикавая размова и встреча с молодым прыгожим, ярким, соленовитым человеком. Это наш белорусский спевак, композитор. Как написано у его портфолио, чьи песни с поспехом гучать на радиостанциях Белоруссии. И не только. У делик шоу «Х-фактор 6. Украина» и «Голос 6. Россия». И много иначе. Ого, да тут просто не подыхать. Ален Хит. Здравствуйте, здравствуйте. Привет. Я уже спрашивал, еще раз спрошу, тебе обращаться как правильно? Ален? Ален Хит? Ален Хит, почему бы нет? Мой псевдоним, мне очень нравится. А вот в связи с этим сразу вопрос. Я периодически интересуюсь музыкой, особенно белорусской, что появляется нового. Скажем так, хочу всю палитру знать, но чему я удивляюсь часто. Вот белорусский хит-парад. Начинаешь читать названия групп, исполнителей, и примерно такой. «Щара-фаралай» с песней «Щара-фаралай». «Щара-фаралай». И вдруг Ален Хит. Ну почему не Олег Тырда или Олег Катшан? Может, Семен Званный некий. Знаете, у меня тоже интересная фамилия, мало кто ее правильно произносит. У вас получится? А давай. Щуцкий. Щуцкий. Ну это я просто озвучил как. А если прочитать-то? Да ради бога, у меня же язык, что власть. Как, напомни, проснувшись ты решил, что Олег Щуцкий станет Ален Хитом? Ой, это очень давняя история. Где-то шесть лет назад был еще молодой, красивый. Было такое время. Старик Щуцкий, ты поспал, вот эта поседина, вот эта борода. Отправился впервые, наверное, первый раз, последний раз в жизни в санаторий детский. А что, так не понравилось? Понравилось, на самом деле. Стал мистером, мистером этого заведения прекрасного. Вот. И в то время... Больше уже не забыл. Павел, дай, дай рассказать. В то время был национальный отбор на конкурс «Новая волна», и я прошел. Я прошел, я был удивлен, но тогда у меня был продюсер, мы решили им как-то нужно вот именно скрасить фамилию Щуцкий, потому что мало кто в Европе, в России будет правильно ее произносить. Начали думать над псевдонимом. Ален как-то очень вообще ассоциируется с именем Олег. Абсолютно похоже. Щуцкий, Хит, то же самое. Хит, это вообще, это да. А ты знаешь, что также называется, ну, довольно известная фирма, которая занимается звуковым оборудованием. Она просто послушала. А нет ли тут какого-то совпадения? Нет, я не знал про такую фирму. Фирма сотрала название, да? Ну, я не знаю, кто верно. Простим, простим об этом. Но Ален Хит, это действительно популярно сегодня и в социальных сетях, среди молодежи, на iTunes и во всех других делах композитор-исполнитель. Ну, твоя аудитория, на которую ты работаешь, это все-таки, наверное, люди помоложе, у которых есть гаджеты, телефоны. Ты просто пришел и сразу выложил историю в Инстаграм. Сейчас ты сейчас обо мне говоришь. Да, конечно, молодежь и, честное слово, буквально вот этот год я могу себя, наверное, ощущать действительно артистом, которого знают. Потому что выхожу на сцену, пою и, знаете, люди подпевают. Мало того, что, ну, мы уже говорим, что уже и англоазычный больше исполнитель, люди знают английский. Аль, как мы с Пашей начинаем? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Проверим, Александр, Ален Хит. Давайте проверим, будут ли подпевать твои первые песни Которую мы сегодня в этом исполнении Представьте ее, пожалуйста, что это будет Песня называется «Налепший пати» Это белорусская версия песни, которая вошла в альбом «Let's make a party» Надеюсь, она вам понравится и настроит на правильный лад На хорошее настроение и, конечно, на вечеринки Ну, а, собственно, главное событие то, что у тебя вышел альбом Да, вообще про него не рассказали Поэтому будем говорить Ну, а сейчас слушаем «Налепший пати» «Налепший пати» Кого налепший пати Тягни вечно спать И не забудьте танцы Того не любить фанк Кого налепший пати Тягни вечно спать И не забудьте танцы Того не любить фанк Ты чуешь рук, ловишь бит Значит, танцем все не быть И робишь так новый крох Нибы вырабляешь что-то Чуваешь сам Гэты гру Задаешь Патрыбный рух И весь танцпол Протям наскроз Клёвым настрой Того налепший пати Тягни вечно спать И не забудьте танцы Того не любить фанк Я разумею, чему Ален Хит Назвал свою песню Найлепшая пати Найлепшая вечерина Свято Падея Так можно святочную назвать Можно А у меня не пытание Скажи, коли ласка До меня? Вельми короткая И будем переходит До самых важных Делячагу И собрались Скажи, пожалуйста, Ален Вот неужели под эту музыку Танцует молодежь? Это же, ну что это? 70-е, 80-е, наверное, даже Ну, песня, да, стилизована под ретро Но, как оказалось Слава богу, что молодежь под это танцует Она не привыкла вот к этим вот трекам Которые с непонятными словами, битами Которые, да-да-да Их очень много сейчас появляется Все новое, хорошо забытое, старое Мода все-таки Еще один старик рядом с вами Есть такая теория волн, Александр Да-да-да А вы меня познакомьте Возрастный А у нас есть там Естественно, композитор не будет называть Он эту теорию разрабатывает Алин, я к тому, что Почему название именно такое, пати, это Ведь ты же человек студенческой братьи Ну, уже, слава богу, закончил университет в этом году Прекрасно, поздравляем Да, стал лидером года Не просто лидером года Расскажи то объединение, которое ты многие годы первым Да, в БГУ оно образовалось Да На самом деле мне приятно, что я именно учился в БГУ Что какой-то вклад смог привнести в этот университет Потому что это круто Поверьте, университет наш действительно лидирующая позиция занимает в нашей стране Да и не только У нас есть такое объединение Творческий союз БГУ Я стал его первым председателем Вот в прошлом году такое образование у нас появилось И туда входят самые талантливые, самые креативные ведущие, артисты, певцы, КВНщики При этом они юристы, журналисты, механики, физики и так далее Да, конечно, это их хобби, которое вот как-то объединило нас в одно единое целое И мы делаем очень интересные мероприятия Какие-то выездные поездки То есть приятно, что наш университет, Белорусский государственный, поддерживает талантливую молодежь А ты записался в ТСБ? ТСБГУ ТСБГУ ТСБ, да, так называется ТСБГУ, да, сокращение Творческий союз Ребята, давайте переходить, собственно, к самому приятному, что порадует наших радиослушателей Слушатели, это СМС-Викторина Ты анонсировал и сегодня утром в нашем эфире о том, что придешь не с пустыми руками Так и случилось Вот этот альбом, это музыкальный диск новый, который вышел буквально несколько дней назад Он свеженький еще, пахнет типографией, красиво называется он Different Meme, да, этот альбом вышел вот совсем-совсем свежий, помимо цифровых копий есть, конечно же, и сединосители Кому достанется этот альбом? Мы узнаем совсем скоро, я вот подготовил такой вопрос Помимо альбома... Так, подождите, уважаемые радиослушатели, нужен мобильный телефон, мы не напомнили короткий номер для СМС-106-2 Нужен сейчас мобильный телефон абсолютно в любом населенном пункте Беларуси Можно уже присоединяться к СМС-векторине Первый, кто правильно ответит на вопрос, который озвучит Ален Хит И получит в подарок с автографом компакт-диск, альбом Ален Хит Коллекцию чего я выпустил, помимо альбома? Это парфюм, первый вариант, второй вариант мужские браслеты И третий вариант снэпбэки Кто угадает, тот первым получит Простите, с третьим вариантом можно? Снэпбэки это такие кепки Давайте по порядку Я пока еще... Слушатели уже могут, конечно, принимать участие Я хочу разжевать все-таки по полочкам Помимо увлечения музыкой, наукой, студенчеством, творчеством У тебя есть еще увлечение чего-то коллекционировать И коллекционировать и не только И что-то создавать, правильно? И создавать, да Мы не будем рассказывать Это связан вопрос Ты коллекционируешь и решил выпустить это в продажу В массы В массы В долгую дорогу жизненную Выпустил Ален Хит, наш сегодняшний гость Есть варианты ответов Первый вариант это... Парфюм Второй это мужские браслеты И третий это снэпбэки, либо кепки Итак, какой вариант правильный? Первый парфюм Второй мужские браслеты Третий кепки Ваши версии ждем на короткий номер, 106.2 Скажи, а еще увлечения какие-то, кроме этого, есть? Не знаю, спорт, танцы, еда Может быть, приготовишь? О, еда! Что же вы со мной делаете? Ты с нами что-то? На одной волне, да И тут проеду Очень, на самом деле, я очень люблю кушать Но сейчас вот стараюсь себя как-то сдерживать Записался в тренажерный зал Занимаюсь Поэтому бывает с утра у меня хорошее настроение Когда отправляюсь на занятия А что ты, любимое блюдо какое? Может быть, готовить что-то любишь? Готовить это не мое, на самом деле Я и принимал и в кулинарных шоу участие Но даже финалистом был кулинарного шоу Но, знаете, все-таки душа больше к потреблению Ну, скажи, хлеб маслом намазать можешь? Да Солькой присыпать Дело в том, что чайный хит Для того, чтобы написать песню Ведь ты пишешь и для других исполнителей Для себя тоже Не только песня, конечно Нужно хорошенько питаться Витаминами, минералы Я считаю, что это неправильное мнение Что артист должен быть всегда голодным Это неправда А вот сыт и слушать Или нельзя без музыки держать Давайте следующую композицию представлять Хотел бы, чтобы в следующей в эфире Прозвучала песня Be Myself Она тоже с альбома Мы вот начинаем как-то вот Не с новинок, не с новых песен А с песен, которые, может быть, уже знакомы слушать Что связано с этой песней? Это что такое? Как перевести? Это значит быть самим собой Песня, на самом деле, наверное, вдохновит Надеюсь, что вдохновит очень многих На какие-то поступки, свершения Потому что песня о том, что нужно смело идти к цели Оставаться самим собой И вот все мечты обязательно сбудутся Алин Хитт, Be Myself Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот такой он, Алин Хитт, гость сегодняшнего настроя А как ты, Алин, охарактеризуешь настрой свой сегодняшнего дня? И у Воле там жить-ся? Ой, на самом деле, мне сегодня было очень хорошо, когда я вышел на улицу Снег красиво, все белым-бело И нету вот этой слякоти, которая вот буквально пару дней меня раздражала Ощущение новогоднего праздника Пришло, на самом деле Пришло, пришло То есть моя слякоть тебя раздражает, да? Хорошо Чуть-чуть Чуть-чуть Чуть-чуть, в которой я живу Хорошо, что мы приближаемся к этим праздникам Как Новый год обычно отмечаешь ты? Это работа, сцена, дом? Работа Работа, наверное, буквально года три назад у меня была какая-то такая политика Что Новый год нужно всегда отмечать дома Она, в принципе, и согласилась Осталось это утверждение Хорошая политика Да Но все-таки вот как-то уже последние года привык работать Чтобы накопился материал, который нужно исполнять Скажи, пожалуйста, ты приурочил выход альбома Вот как раз к преддверию новогодних праздников? Или так получилось? Нет, так получилось, новогодних праздников нет Как-то не описаны они среди этих песен Но просто, я не знаю, как-то принято у артистов выпускать альбом вот в осенний такой период Поэтому осенью и вышел мой альбом Но открою тайну Готовлю русскоязычный Вот чтобы в ваших глазах улыбка появилась Да, русскоязычный альбом уже, думаю, выйдет этой весной Скажи, вот ты человек молодой Тебя кроме, не знаю, любви, девушек, танцев, дискотек и Be Myself Должно интересовать как раз то самое Be Myself Ты ведь молодой, активный человек, который, наверное, думает о будущем, о земле Не знаю, об экологии Какая философия У меня, между прочим, по экологии десяточку была Да-да-да, я участвовал в международных проектах А почему нет песенки про экологию? Про экологию? Ну вот если... Трубы, дым, что-нибудь... я не знаю Спасем мир хотя бы Если глубже как-нибудь покопаться в моих песнях, может, мы где-нибудь найдем Но, на самом деле, даже не такие глубинные, как хочется Александру, песни Они попадают в топ... В топ-топ-топ-топ В топ-малыш, вы иметь, да В топ лучших песен И голос Алина Хита звучит на телепроект А давайте не все знают, куда попал, в какой iTunes. Это некий портал или что это? iTunes это крупнейший магазин, цифровой магазин, где можно купить. Я записываю. Да, обладатели айфонов и других вот яблочных устройств могут купить. Обращаться и приобрести. В общем, это какой-то виртуальный магазин, где можно купить песню. Да, и альбом в целом. Но только купить, нельзя ее оттуда. Скачать, конечно, можно скачать к себе на девайсе, слушать его. На диван. Я бы на диван. Надевайся. Так вот, возвращаясь, или мы сейчас подведем итоги смс-викторин. Конечно. А затем поговорим об участии в телепроектах. Конечно. Хорошо, потому что ведь все же знают, что голос это был Ален Хит. Итак, внимание, барабанное дробь. Сегодня мы спросили наших радиослушателей, твоих поклонников и всех, кто вместе с нами в проекте «Настрой» на Белорусским радио. Спросили что? Спросили мы. Я думал, ты сама звучишь альбом. Я заслушался, на самом деле, такая красивая речь. Помимо альбома, что я выпустил в этом году? Это была коллекция, коллекция мужских браслетов, снэпбэков, либо кепок, либо это все-таки был мой авторский парфюм. Варианты ответа, собственно, приходили все и в большом количестве, но все-таки первый, правильно, вариант правильный, это был вариант номер три. Да, это были снэпбэки, кепки. У меня вышла авторская коллекция, которая тоже была приурочена к альбому, поэтому заходите в интернет, смотрите. Что за кепки? Мы вот это название, честно говоря, первый раз услышали. То есть название песни и кепка к этой песне, да? Ну, практически так. И чтобы на концерте можно было, во-первых, менять их, да? И бросать после каждой песни. Настолько Ален Хит любит это дело, что он и сейчас в кепке, в студии, в своей авторской. By Ален Хит. By Ален Хит. А кому достанется альбом? А достанется альбом нашей слушательницы из Минска, которую зовут Наталья Ивановна Иванова. Она нам по телефону сказала, что сейчас в дороге едет с работы, поэтому мы адресуем вам, Наталья, поздравления наши. Ваш адрес отправится подписанный, с автографом. Новый альбом, музыкальный диск нашего гостя. Ален Хит. Даже у нас такого нет. Ожидайте. Поздравляем с победой отелорусского радио и нашего гостя. Ален, поздравь, пожалуйста, Наталью Ивановну. Наталью Ивановну, конечно, спасибо вам огромное, что вы вот первой так угадали. Ну, я спросил, да, почему, вот она, откуда она знает, может, она интересуется, может, тоже любит кепки, а она сказала, угадала. Не, ну, это тоже хорошо, почему нет? Главное, что вы откликнулись, и на самом деле очень приятно. Надеюсь, теперь и музыка моя вам тоже нравится. Ну, давайте поблагодарим всех, кто принимал участие в нашем опросе. Браслеты нет, хотя этих вариантов было больше всего. Продолжаем разговор. Павел, ты хотел спросить об участии в проектах. Каждый исполнитель, наверное, гордится тем, что он засветился, и насколько для тебя это важно, и все-таки проекты известные. Один из них — это «Голос» недавний. Ты гордишься этим, насколько я знаю, везде подчеркиваешь. Подчеркиваешь, я же была «Голос». В принципе, да, это для меня какой-то новый уровень, потому что… Ну, ты съездил, посмотрел, как там это все. Съездил, посмотрел, очень много важных знакомств у меня появилось, и концерт был в Москве. То есть, ну, приятно, во-первых, побывать на таком масштабном шоу, для тебя что-то новое подчеркнуть, против, конечно, пообщаться с людьми со всей страны, со всей России, то есть, с разных регионов приезжали. Вот. А я вот никуда не ездил и смотрел эту же, ну, может быть, эту же или какую-то другую программу. И не надо мне никуда было ехать. Я в родной Белоруссии. Может, ты разочариваешь, Александр, все правда, что вот мы видим это за кулисье, или там это немножко по-другому воспринимается? Там все по-другому, конечно, воспринимается, и есть свои подводные камни. То есть, там все черно-белое. Я смотрю цветное, а там черно-белое. А там 4К разрешение. Ай, давайте не будем проповедовать камни, давайте слушать дальше альбом. Тем более он, знаешь, вот кому посвящается? Всем, кому нравится то, что я делаю. Написал Алинг. А мое имя есть там? Нет. Все, я не слушаю больше ничего. Давай, кстати, вот сейчас. Представляй следующую песню. Хорошо. Моя следующая песня, которую мы сегодня послушаем, называется «We'll never die». Она тоже, наверное, посвящается молодежи, посвящается веселью, и про то, что мы можем быть теми, кем захотим, и мы никогда не умрем, потому что мы всегда молодые, красивые и задорные. Житья свержальная песня и формула житя такого веселого. Да, и Александр просто тут пританцовывает. А все, я заразумею, что жить тебе с конца. Идя куэли на хиту. И можно на реште расслабиться, хотя нет. Альбом, который нам сегодня Алин Хит всем презентует, ты написал, что он всем, кому интересно мое творчество, кому нравится, что я делаю, и обычно говорят, кому надо сказать спасибо за то, что появился альбом. Во-первых, руку к созданию ты написал, что предложили музыканты нескольких стран. И вот этот список мы весь не будем, Александр, перечислять, кому сказать спасибо, но, тем не менее, можно сказать, кто эти люди, кому действительно повезло быть обозначенным на твоем альбоме. Ну, конечно, помимо друзей и тех людей, которые просто как-то вот внесли свою лепту в создание альбома, есть люди, которые именно приложили руку. Помимо меня, наверное, вот отдельное огромное спасибо хотелось бы сказать Яну Майерсу, человек, который занимался всеми моими композициями, потому что у него на студии я делал запись, он делал мастеринг сведений, и для меня очень важно было сделать альбом очень качественным, то есть чтобы он хорошо звучал, все звуки находились на своих местах, и слушателю любому было приятно вот в наушниках или на колонках послушать. Спасибо Яну Майерсу. Ему за это спасибо. Вот есть зарубежные авторы, это Ника Софис и Уилл Тейлор с этими ребятами. Да, эти люди из Греции и из Великобритании, им тоже спасибо, вот так вот как-то мы скооперировались, и вот такой международный у нас там тандем появился. Сотрудничество, да, хорошо. Ну еще, наверное, много людей, которые причастны к этому альбому, но вот еще хотелось бы Пономарева Сергея отметить, это же диджей Сатим, ему спасибо, потому что только его аранжировки, две аранжировки есть в этом альбоме, все остальные аранжировщики разные. И он будет крутить на своих дискотеках. Ну, кроме этого, на альбоме есть важная для тебя песня. Чем она так важна? Ну, знаете, все песни для меня очень важны. Нет, ну, как особенные. Они создавались с любовью. В течение нескольких лет даже некоторые песни были вот записаны и просто лежали в загашнике, чтобы дождаться своего часа и вот выпуститься в свет. Что касается следующей композиции, которую мы послушаем вообще, и она самая свежая, я вам скажу, потому что она для Евровидения, да, друзья. Я в этом году... Следующего года. Следующего года я буду подавать заявку. Прямо сейчас вот открыт прием заявок на национальный отбор. Приму участие. Готовлюсь. Подтанцовка сейчас придумывает номер. С бэк-вокалистами репетируем вокал. Ну, знаете, в этом году есть отличие от моих предыдущих заявок. В этом году мне помогает Александр Слуцкий. Это продюсер группы «Наполи». Он меня вот как-то своими наставническими советами вдохновляет, и мы вместе с ним работаем. Надеюсь, что-то из этого выйдет. У нас с Павлом разучены несколько танцевальных движений. Если в группе как-то под танцовке будет какая-то брешь, нехватка, какие-то недопонимания, ты всегда рассчитываешь. Когда отбор заканчивается? Я, по-моему, в конце декабря, когда прослушивание не знаю. Мы как раз будем здесь. Репетируйте, на самом деле, можно кастинг устроить. Кто лучше? То есть прямо сейчас у нас есть возможность услышать, ну, возможно, потенциального участника национального отбора на Евровидение, Ален Хит. Мне, прежде чем мы запустим эту песню в эфир, хочется все-таки отметить этот факт на первом месте. Тем людям, которым ты говоришь спасибо, это слово «семья», «родители». Да, им огромное спасибо. Хоть они, честное слово, говорю, и они-то все знают, они просто любят твои песни. Они вначале не верили, что все получится. То есть у меня такие родители, они немножко скептики, не верят, что вот можно, не имея каких-то финансовых огромных возможностей, связей, как-то чего-то добиться. Но вот прошло, вот это уже, ну, шестой год идет, ну, буквально вот когда было пять лет моему творчеству, они уже, да, они поверили, что это возможно. Что формула «Be myself» работает. А давайте посвятим эту песню вот всем родным, давайте, которые пусть в нас всегда верят. Давайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот такие он, я бы сказал, фирмовый Ален Хит, гость сегодняшнего настроя. Коллекционер уластных кепок с... Снэпбэков. Снэпбэков. Я вылучшу до конца эфира это слово. Ален, скажи, пожалуйста, у тебя есть какое-то чутье на модную музыку, или ты что-то слушаешь и думаешь, а вот хочу вот как там? Нет, у меня такого нету, хочу как там. Вообще вдохновляться можно, то есть ты слушаешь, у меня вообще, я меломан слушаю разноплановую музыку, но когда... Что, например? Ой, вот если мы слушали эту песню, она похожа на стиль, наверное, Бруно Марса. Вот, ну, нравится мне стиль фанк, он вот, наверное, лидирующую позицию занимает. А скажи, одни из первых... Я его не пародировал. Ну-ка, в СССР, кто были? Ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, девушки, любви красивых. Смотри, песняры, ребята, вы послушаете «Зелёные лупаты», да невозможно, на то время это крутейшая композиция. У меня в плейлисте эта песня тоже есть, как-то не догадался. А вот сейчас Ален Хит послушает «Зелёные лупаты», и потом получится «Грин фрог», что-то такое. Да. Что ещё интересного в твоей жизни происходит, о чём мы не поговорили? Ох, на самом деле много всего. Сейчас, правда, декабрь, больше это, наверное, к новогодним корпоративам. Сейчас буду переключаться на эти волны. А пока, в принципе, всё хорошо. Есть эфиры, есть съёмки, и мне очень приятно, что все как-то после альбома активизировались. И вот постоянно хожу, рассказываю, и мне приятно. Бывает ли время, когда ты говоришь, что «Всё, устал, не могу дальше»? Вчера вечером. Да ты что? А что произошло? Ну, вчера был очень насыщенный день, очень много звонков было. Я освободился, был на студии звукозаписи, освободился около 11. Хорошая музыка сейчас на завершение прозвучит. Это будет дуэт твой с группой «Наполи». Да, песня называется «Под солнцем». Вот летом выпустили с прекрасной Ольгой «Наполи» эту песню. Сейчас, не знаю, вот поворачиваюсь, смотрю, солнышка нету. Пускай оно придёт, и вот будет и снег, и солнце, и всем будет хорошо. Ален Хит, спасибо тебе за талант, за чутьёк современной музыки, за хорошее чувство юмора и за то, что был у нас в гостях. Дай бог, чтобы всё это в тебе осталось надолго. Спасибо. Новый альбом отправится в подарок. Ещё раз напомним, Наталья из Минска. Веншуем вас. Ну, а проект «Настрой» протягивается. Твой берег, а тебя берег ждёт. Мы летели, а...